Вот с этой хижины, с привычным телом, прожил, храня избушку и лелея. Душа из места лишь в сосуде целом, жизнь утекает, как вода из лейки. Глубоко верующие и в глазах других никак мне не дано от тела отрешиться. Не в смысле том, чтобы себя убить, но тело, пол, забыть, мы все как под копирку. Ведь в душе нет пола, значит, я совсем и не такой, каким кажусь. Душой пишется из древней жития, простыть бездушным, это ли не жутко? Размеренно и бурно временами в одном и том же русле может течь. Под образ щейном берега равняли, у каждой своя есть в Вавилоне печь. И даже ведая, что есть во всех душа, по хижине мы отношения строим. Спешим свое урвать, не оплошать, и вплоть влюбляемся с ее горячей кровью. Душа из житель, тело же сосуд, через которое прорыло настроение. Кто и насколько щедрый или скуп, по полу разности разводим или женим. Не отрешиться просто невозможно, дать предпочтение душе, забыв о поле. И получается, мы в мыслях свыклись с ложью, что о душе не думаем нисколько. Морщинец состареет, дрябло страшной, красавица становится, согнулся богатырь. Как прежде тело шустрое не пляшет, растет не вверх, а расползлося вширь. Душа же, не имеющая пола, невидимо, пренебрежение стынет. Дух Божий возрождает, поливает, полит. Не отложи на завтра, ценно только ныне. 22 июля 2009 года